Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Книг Деяний, 2 глава, 6 стих. Это история Пятидесятницы. И апостолы пребывают в Иерусалиме. Я, наверное, начну прямо с начала главы, чтобы было понятно. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, апостолы». Я читаю синодальный перевод. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И вились им раздеряющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Ну, сначала такая более или менее понятная сцена. Она выглядит очень ярко, это, конечно, чудо. Огненные языки не сходят на апостолов, они начинают говорить на иных языках. Кстати, среди ранних христиан, очевидно, говорение на иных языках было своего рода признаком действия Святого Духа. Апостол Павел в послании к коринфянам это, кстати, разбирает. Даже спорит с коринфянами, настолько ли важно говорить на иных языках. Но вот давайте уточним, на каких. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. А, естественно, они пришли на праздник, Пасхи, потом Пятидесятницы. Это же еще и иудейский праздник до того момента был. «Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо каждый слышал о говорящих его наречиям. И все изумлялись и дивились, говоря между собой все и говорящие, не все ли галилеяне. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне, и медяне, и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, и Понта, Асии, и Фриги, и Памфилии, и Египта, и частей Ливии, прилежащие к Кирине, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты». Празелиты – это те, кто принимает иудаизм, или, по крайней мере, к нему как-то присоединяются неформально, из язычников. «О критине, о равитяне, слышим их нашими языками, говорящими о великих делах Божиих». Так на каком языке говорили апостолы? Сразу на всех этих? Их тут вроде как не очень много, их 12 человек, а языков уже больше. Смотрите, Парфянский, Медянский, Ламский, Месопотамии, ну, там, наверное, разные языки, ну, хорошо, какой-то Месопотамский, иудея, значит, ну, в общем, больше 12-й точно. То есть, и потом каждый слышал, может быть, еще какие-то языки были, которые здесь не перечислены, и более того, это такая подробная языковая карта Древнего мира. Есть предположение, что, скорее, это было чудесное понимание, да, то есть, что языки, в общем-то, были, ну, как бы не человеческими, а какими-то иными, и просто общение происходило не на языке в лингвистическом смысле этого слова. Что вот апостолы говорили что-то такое, что другие люди слышали, и они понимали это поверх языковых барьеров. Но тоже не очень получается, потому что мы слышим, мы говорящими нашими языками. Вы знаете, механику чуда всегда объяснить трудно. Я не знаю, как это работает. Вот прям не знаю. Тем более, что это не повторялось с тех пор, по крайней мере, так, чтобы это было отражено в Библии или где-нибудь еще. И я только обратил бы внимание на другое очень важное явление, которое здесь описано. Все слышат проповедь на своем языке. То есть, очень легко было бы сказать так. Мы все понимаем их язык. Да? Вот есть священный язык. Часто неважно какой. Древнееврейский, арамейский, церковнославянский. Вдруг они на нем заговорили заранее, до того, как он еще возник. Есть священный язык, и мы все его стали понимать чудесным образом, не учась ему. Более того, у них был такой язык, это древнееврейский, это язык священного писания Ветхого Завета, или Танаха, как его называют, иудеи. И очень легко было сказать, мы родились там, кто в Парфии, кто в Месопотамии, кто в Понте, кто в Асии. И пришли, и все изучили священный язык. Вот прямо раз, и все. И нам не нужны ни словари, ни грамматики. Мы на нем совершенно все понимаем. Но этого не сказано. Хотя, наверное, иудеи того времени, в общем-то, предполагали необходимость изучения священного языка. И более того, были языки, которые все прекрасно понимали, греческий и римский. Но если уж там в какой-то глухой деревне они живут, наверное, они не знают греческого и латинского языка, я его назвал римским, извините, не знают греческого и латинского языка, потому что они не общаются с внешним миром. Но те, кто приехали в Иерусалим, совершенно точно на них говорили. Но они бы не доехали из своей далекой африканской керене, если бы они не могли договориться с корабельщиками или с погонщиками верблюдов, которые, собственно, им помогли туда добраться. И они отлично могли говорить на греческом языке, восточной части Средиземноморья. Допустим, Святой Дух научил бы их греческому языку в совершенстве. Кстати, это так и не произошло. Скажем, Евангелие от Марка довольно коряво написано с точки зрения греческого языка. Вот, хотя Марка там, по-видимому, не было. Но и это не происходит. То есть до каждого эта вещь доходит на его родном языке. Как мы не знаем. И тем самым, мне кажется, утверждается очень важная вещь. Христианство с самого начала, вот прямо с самого начала, еще оно не распространяется даже. Еще проповеди нету. Она будет очень скоро. Вот прямо сейчас она будет, но ее еще нету. Но уже утверждается, что эта проповедь должна быть на каждом языке, чтобы каждый услышал на своем. И это очень важная заявка по сравнению с Ветхим Заветом, где, конечно же, есть один народ Израиля. А вот здесь появляется народ Божий. Хотя все они израильтяне. И это, конечно же, тоже исполнение Ветхозаветных пророчеств о том, что разные народы приходят в Иерусалим на поклонение Богу. Но оказывается, что, приходя на поклонение, они сохраняют свою национальную, свою обычность. То есть эти самые ламиты, там, каппадокийцы, они не становятся палестинцами-иудеями. Они становятся христианами из Каппадокии, из Илама, из других областей Римской империи, сохраняя всю свою национальную идентичность, потому что самая главная черта этой идентичности, этой культуры, это, конечно, язык. Как это происходит, мы не знаем. Но с тех пор это происходит с помощью переводов, с помощью различного культурного контекста, который создается в разных культурах, который сопровождает перевод священного писания, богослужения и всего остального. Но прежде чем вообще рассказать ему о Христе, апостолы получают урок от Святого Духа, что эта проповедь будет на всех языках этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok